Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», вопрос 2010, 8 том. «Может ли быть, что заповеди, данные Богом, становятся менее привлекательны и менее насущны, чем человечески?» Отвечает Игнатий Тихночелапкин. Это особенно видно в иночестве, в монашестве. Как только придумали этот институт монашества, и он оформился и затвердел в отлитых жестких заповедях иночества, то сверяться с Библией никого уже не учили. Она просто стала не нужна и несовместима уже с заполнивавшим все монашеством. Они стали изощряться друг перед другом, что что придумает, покруче и похлеще, повычернее и позаковырище, поэкстравагантнее. На нарушившего иноческие обеты целомудрия налагались жесткие наказания. На такого человека от них дымилась злоба и дым, ее восходил день и ночь. И на целое тысячелетие он безжалостно вычеркивался из списка претендентов на канонизацию, на спасение и на упоминание его имени в числе угодных Богу. Были случаи, что тот из них, кто становился даже епископом, но замечал, что теперь ему невозможно годами молчать, а значит он вынужден был нарушить обеты молчания. Иногда теперь на глазу ему попадались женщины, чего отнюдь не должно было быть по монашеским уставам. Это проклятое создание лучше всего было бы истребить с лица земли окончательно. Но они частенько их лицезрели, не подозревая, что они уже с ними в крепостях в монастыре под видом мужчин. Но запах какой-то оставался. И они догадывались, но откровений не было и они узнавали только после их смерти. Плач во всем монастыре стоял невообразимый. О чем кто плакал и сожалел, это тоже прикрывалось только одними покрывалами. Все хватались мертвые за ноги и целовали их, рыдали, что они ее и его обвиняли в отвратительном для монахи грехе, на которое они даже запрет упоминания наложили. Настолько он в их среде должен был быть немыслимым. Плакали, что угнетали этого подвижника Вавилу, Евгения, Феодора. Издевались по полной программе, желали ей ему при их жизни только смерти. Весь монастырь утопал в осуждении человека в несуществующем грехе и кичили, что они избегли мирских страстей и никого тут за стеной, мандрой, под руководством Адхимандрида не осуждают. Но в этом осуждении изгнанного невидного человека годами причащались и были иноками иными, не такими, как мир, которого соблазнов они так удачно избегли. Это осуждение – только малая щель, приоткрывающая иногда за которой разливались море и океан осуждения друг друга и инакомыслящих по подозрению в ереси, таких как Дионисий Александрийский, Иван Златоустый, Иероним Стеридонский и многих других. Их люто ненавидели эти черные подвижники. За них, за приверженность к этим тоже монахам убивали десятки тысяч таких же монахов, как убивал Феофил Александрийский патриарх. «Подстраивали командировки в ночное время в пустыне, подставляя под зубы диких зверей и крокодилов. И обязательно будет плач. И все это отнесено к великой милости Божией в том смысле, что вот так, как у Бога столь много различных путей, чтобы только человек спасся благодаря вожделенному иночеству». И вот такой Владыченко бросал свою паству, начинал обузвить заповедь о лжи, переименовывал свое имя. И, конечно же, под этим вымышленным именем он причащался и поминали его, но зато его любимые иноческие обеты он мог исполнять. И это не осуждено было до ныне, но в честь и хвалу иночеству и бисеру детства поставлено. «Если бы волю Божию знали, читая Библию, то они бы плакали в пепле и в песке, спрашивая Божьего прощения за все отступления от его святой воли. Но воля Божия для иноков – это их видение и благоухание. А Библию пустынники и не видели. Их мечта всегда была иметь хорошего наставника, который бы все занес за всю ответственность за каждого, на которого можно было бы взвалить ответственных за их спасение или неспасение, от которого ни один никогда не уходил бы в мир, оставаясь верным иноческим обетам. И во многих житьях описывается, как иноки упрашивают даже малолетних своих сотоварищей, чтобы они возглавили их обитель, а иначе они погибают, как корабль во время кораблекрушения. За то, чтобы у них был именно вот этот ава, они предпринимали походы в столицу к патриарху и упрашивали поставить им спасительного и знаменитого подвижника, который убегал от них, а они его вылавливали там. Исайя, 55 глава, 8 по 9 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Бог же говорит им из их любимой псалтерии, и сказал, «Это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моим, что они не войдут в покой мой». Псалом 94, 10 по 11 стих. Жития святых. Иоанн в Арсенофии, 29 февраля. В 18 лет он крестился и воспринял на себя иноческий образ и особенно стал подвязаться в посте. За свою добродетельную жизнь он был подставлен архиепископом в Дамаск, но немного времени прибыв на кафедре архиепископа, он заметил, что обязанности его высокого положения трудно совместимы с иноческими подвигами, поэтому Иоанн оставил епископию и тайно удалился из Дамаска. Придя в Александрию, он переименовал себя в Арсенофии, чтобы кто его не узнал и не открылось его действительное положение. Из Александрии он отправился, как убогий странник, в Нитрийскую гору. Поклонившись игумену бывшего здесь монастыря, святой Иоанн просил его, чтобы он принял его для услуг братьев. Игумен принял его и дал ему монашеское деяние. Один из иноков, человек малоумный, сильно досаждал святому, то давал ему укоризненные прозвища, то обливал его помоями. Наущаемый дьяволом, недостойный инок, провертел стенку той кельи, где жил преподобный Иоанн и через отверстие совершал водный исход. На ложе святого, так что оно стало издавать зловоние. Но через некоторое время Иоанн был узнан преподобным Феодором Нитрийским, оставил гору и убежал в Египет. Тимофей Пустынник, 21 февраля Много лет он скитался по горам и пустыням. Жил один в Господе и в непрестанной молитве приливал обильные слезы, орошая ими свою душу как росою. В такой жизни он достиг глубокой старости и отошел к Господу. Фаласий 22 февраля Преподобный Фаласий еще в юном возрасте построил себе на одной горе жилище, поселился в нем. Отличаясь по природе чистосердием и сменобудрием, он скоро почувствовал влечение к иноческим подвигам. Он удалился на вершину гор, расположенные близ селения Таргала, и провел на ней в подвигах 38 лет. Причем не имел никакого жилища, ни кельи, ни палатки, ни даже какого-либо навеса, но, соорудив из камней лишь небольшую ограду и имея покровом одно небо, все время пребывал в ней. Многие из приходящих просили его принять их в число его сподвижников. Преподобный не противил с таким просьбам. Построив для желающих подвязаться с ним кельи, он дозволил им жить в них, причем раздавал им ту пищу, которую приносили для его с разных мест его почитатели. Прожив в таких подвигах жизнь свою, преподобный Фаласий с миром почил. Стихотворение Колеса колесниц у фараона Проваливаться стали увязать, затвор заело, не дослать патрона, непослушание дочери в дому враждебный зять. Все это наше, об одном и том же, причины оползней стучались много раньше, не сразу же король стал проходимцем бомжем, в убийцу Ленина как превратился мальчик. Ко всем злодействам марши и ступени, причины отступления недогляды, иные дирижеры, траурное пение, отчаяние и ужас за столами рядом. Но если бы те пальмовые ветви, которыми тебя враги венчали, ты в розги превратил, тогда бы эти дети с тобой ушли, не шастали ночами. Когда и кто вносили изменения? В прямые указания иеговы. Господи помимо вы, вошло в благослужение, по сорок раз скороговорки снова. В далеком прошлом не обретешь и даты, всем изменениям утери простоты. Обезоружены безмолвные солдаты, границы нет, порушены мосты. И это сделали неявные враги, а из-под вальмонахи и аскеты. С песком и гайкой святые пироги, бесплотные вокруг лежат скелеты. Нас заморил ни фараон, ни Ленин. Свои епископы, сеноты, патриарх. И вместо проповеди на богослужениях. Воскрылиями, возметают прах. Увязли благовестия святые колесницы. Обезоружены солдаты-прихожане. И вместо Библии наш типикон лоснится. До посещения храма истину ужали. 2003 год. Игнатий Чихонович Лапкин.